Подъем, второй удар сейчас должен быть. Вот в этом компоненте, конечно, мы не очень сильные, потому что здесь, ну, нужно уметь так играть. Конечно, нужно. Я не знаю, получится ли у этих ребят. Конечно, Первухин умеет это делать, главный тренер. Енисея играет примерно в таком стиле. От 12 игроков Енисея в составе. Но черевато здесь потери мяча пока преимущество у нас, вот показывает арбитр, преимущество у россиян. Четвертая фаза, пытаемся пробиться к зачетке. Остается буквально меньше метров, там не знаю, что там делают наши ребята. Давайте ждем, 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 ждем. И, ну, я видел, я видел, видел, было касание. Что такое? Нет, арбитр должен дать свисток. Ну, было касание, было касание, приземлили мяч. Нужно советоваться, на мой взгляд, ему с боковым арбитром, почему мы показывали вне игры, да, были испанцы вне игры. Но это не отменяет приземление, смотрим на повторе. Вот этот предыдущий эпизод. Вот прыжок, мяч приземлен в линию, приземлен. Это была попытка. По рыбинным правилам это 5 очков. Усмотрим отсюда, покажите арбитру. Это приземление. Почему он, почему отдается мяч на схватку? Я не понимаю. Об этом говорит, давайте смотреть. Вот мяч. Ну, это и не этот еще эпизод. Арбитр смотрит, с какой камеры нам показывают. Вот прыжок, и вот оно, приземление. Ну, что? Ну, как тут можно было это не увидеть? Потому что арбитр стоял с другой стороны. И когда он подошел, испанцы уже мяч отхватили и убрали. Смотрим еще раз. Вот оно, приземление, и все. Вот оно, было касание? Было. Это ошибка арбитра. Да. Не знаю, почему, почему не бригада... Я помню, что там еще представитель, по-моему, тоже Ирландии Шеридон Сит, комиссар матча, который должен это видеть. Но было бы удар без...